А сейчас мы будем наряжать ёлку для одной из самых ярких звёзд нашей эстрады, для Стаса Михайлова и его семьи. Наряжать ёлку для Стаса Михайлова будет дизайнер Наталья Корецкая. У неё трое детей, и она хорошо понимает, какой должна быть ёлка для многодетной семьи знаменитого певца. Стаса Инна, спасибо большое, что пригласили к себе. Очень хотелось посмотреть, как вы живёте. Я только смотрю как-то на вашу большую гостиную. Не пустовато, Стас? Пустовато. Но это не наша квартира, поэтому мы снимаем пока. А дети все соберутся сюда на Новый год? Вот мы хотим сделать, чтобы детишки, родители приехали. То есть мы делаем сюрприз. Для того, чтобы вот так вот все пришли и сказали, вот он, семейный Новый год, пока дом ещё строится. Да. Попробуйте, что получится из этого. Стас Михайлов очень верующий человек. Поэтому ёлка будет классической, рождественской. Пока работает дизайнер, хозяин решил показать нам, как он живёт. Начали мы с главного. Это вот тут где происходит самое интересное. Вот так вот рождается песня. Я хочу... Можно... Пожалуйста, носите на секунду. Я хочу увидеть, как это... Как рождается песня. Как это происходит? Да это что? Таинство. Вот. А что-то есть новенькое. Новенькое нельзя показывать. Совсем никогда. Есть такая примета, да? Да не примета, я в приметы. А из любимого, а без тебя. О, боже, боже. Через день она у меня это происходит. А что делать? Без тебя, без тебя. А чего ж не подпеваете? Всё ненужным стало сразу без тебя. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя. Ёлка для Стаса Михайлова специально привезена дизайнерам из Америки. Дело в том, что американские искусственные ёлки часто имеют интересную форму. Это сделано в виде колокола. У неё словно есть юбочка. Выглядит она очень нарядно. Эту квартиру Стас Михайлов снимает. Сейчас идёт строительство нового дома для его семьи. Все работы знаменитый певец контролирует лично. Есть такая цель построить дом, чтобы в нём собирались все. Вот у меня мечта, чтобы жили родители. А это вот эскизы дома, да? Да, вот это эскизы, да. На картинке-то оно всё красиво, в жизни быстрее достроено. Стас, а почему вы решили делать сразу большой дом? Сложно, но хорошо. А как быть? Хочется сделать дом, в котором собирается вся семья, в котором тепло, уютно и всем комфортно. Вот и всё. Я так понимаю, что дом у вас в классическом стиле. Вы выбрали... Вот знаете, американская классика, почему, скажу. Первый дом, он был, вот это всё прошло, история золота. Не хочется. Вот хочется спокойно, та атмосфера, в которой будет ровно. Кто вот следит за этой стройкой? Ну, по возможности, я приезжаю смотреть на стройку. И, ну, прям вот... Только он и занимается. На самом деле, только он и занимается. Я, может быть, что-то... Нет, она подсказывает, она молодец. Я не лезу никуда. Вот он настолько молодец, что... Почему? Он как-то разбирается во всём, и у него получается всё здорово. А вот интерьер уже я на свой вкус, то, что спальные, которые там буду я находиться, детские, это, конечно же, я там своё слово говорила. А так я доверяю ему полностью. Ты как последний глоток вина, и ты приходишь всегда без слов, такая, яркая, как я, постепенная. Тебя никак не спит до дна, и ты рождаешься вновь и вновь, моя незламная любовь, обыкновенная. Классические цвета рождественской ёлки – это красный, золотой и зелёный. Но многие дизайнеры советуют подбирать ёлочные игрушки, которые нравятся именно вам. Это как рецепт любимого торта. Не обращайте внимания на моду, прислушивайтесь только к себе. Игрушки для этой ёлки – бельгийские, расписанные вручную. Они не дёшевы, но есть и прекрасные стеклянные игрушки российских фабрик. Их может позволить себе любой. Самая главная мечта – вот здесь зал, который вот здесь спрятан, я хочу, чтобы там всё-таки было место сбора моих друзей и гостей. Вот правильно, вот это вот я угадала? Да. А знаете, что я хочу сказать вам? Мне очень нравится по эскизам. Мне нравится, что есть очень спокойная спальня. И в ней вот единственный вот такой завиток у изголовья кровати есть. И то спорно, может быть, и не будет. И то, может быть, не будет. И архитектурная графика на стенах, и какие-то виды городов. Может быть, я не знаю, это Ви, может быть, это Флоренция. Может быть, да. И мне кажется, это очень благородно, очень мило. Очень хочется посмотреть, когда вы закончите. Я надеюсь, что вы нас позовёте. Обязательно. Я хочу посмотреть, какое будет изголовье. Вот изменится это или нет? Изменится, изменится. Мне очень приятно, что моя ёлка останется в семье Стаса Михайлова. И хочу им подарить канун Нового года маленькую традицию. Собирать ёлочки для каждого члена семьи. И хочу подарить начало этой традиции маленькую коробочку с игрушками каждому члену семьи. С Новым годом, Ваша Наташа Корецкая. В семье Стаса Михайлова много детей. Младшей дочери Марии всего годик. Так что искусственная ёлка более практична. Но для запаха дизайнер подготовила композицию из натуральных еловых веток. Чтобы ветки простояли дольше, они ставятся в землю. И их нужно иногда поливать. Традиция вешать у камина чулки для подарков связана с именем святого Николая. Как-то он помог трем бедным сестрам. Его подарки упали в чулки, которые сушились над камином. Для семьи Стаса Михайлова мы тоже подготовили подарки. Ну-ка, что у нас здесь? Пойдём смотреть. Посмотрим, что нам сделали. Где ёлка? Ой, какая красота! Обычно я всегда смотрю, когда в эти передачи люди как заходят, ах-то... Но тут есть отчего. Какая красота! Вот это настоящий праздник. Проходите с наступающим Новым годом! Настоящий Новый год! А? Как красиво! Чудики! Нравятся? Какие же вы молодцы! Мы решили сделать вам практически всю комнату. Наташа Корецкая... Очень красивая. Да, сделал очень красивую такую рождественскую композицию. Это букеты, ещё вот тут сюрпризы. Смотри, какие машины. Это ёлка. Это композиция. Ещё именно у вас на колоннах тоже композиция новогодних. Посмотри, какие на колоннах. Я с детства хотел вот всегда, чтобы праздник был, там много ярких игрушек, огонёвочков. Ты молодцы. Очень красиво. Вот я пять баллов. Для меня очень нравится всё. У нас есть для вас начало, возможно, будущей вашей семейной традиции. Для Евы и для Иваны, девочки. Это для ваших собственных личных ёлок, которые вы можете заряжать каждый в своей комнате. Может быть, это станет вашей семейной традицией? Спасибо вам большое, конечно. С наступающим Новым годом, уважаемые телезрители! Счастья, добра, благополучия! Спасибо вашей программе. Программе «Идеальный ремонт». Это настоящая добрая программа. И побольше бы таких программ, которые дарят тепло и радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова